Латвия Зиннис, независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией в сотрудничестве с Европейской прокуратурой провело обыски и допросы на нескольких объектах Валки по подозрению в мошенничестве с деньгами ЕС на сумму не менее чем в 776 тысяч евро. По уголовному процессу проходят два нынешних и один бывший работник Валкского самоуправления. Центр госязыка штрафовал 9 тренеров Даугаспольской спортивной школы за неиспользование госязыка в необходимом объеме. Всего было проверено 88 педагогов спортивной школы. Премьер-министр Эвика Сейлани удивлена не включением оплаты работы детских спортивных тренеров в госфинансирование зарплат педагогов. «Я думала, что зарплаты тренеров спортшкол предусмотрены в общем финансировании учителей. Я обязательно попрошу у Министерства образования разъяснений», — заявила Сейлани. В бюджете самоуправления Риги на следующий год будет предусмотрено замораживание зарплат депутатов Столичной Думы. Как сообщил на пресс-конференции мэр Риги Вильнейскерсис, бюджет столицы на следующий год планируется утвердить 30 января 2024 года. В Латвии начали работать камеры контроля средней скорости, которые фиксируют отсутствие техосмотра и страховки окта. Десятки водителей уже получили крупные штрафы. Так, например, Ливанец Сандейс получил 10 штрафов на общую сумму в 3,5 тысячи евро. Радар фиксирует каждый факт передвижения без окта и за каждый накладывает штраф в 350 евро. В течение дня можно проехать одну и ту же камеру 10 раз. Тогда общий штраф составит 3,5 тысячи. Завершены работы по строительству двух новых дорог на участке проекта «Райл Балтика» возле аэропорта Рига. Доехать до аэропорта можно по дороге L1, которая начинается сразу после регулируемого перекрестка и обеспечивает водителям доступ непосредственно к терминалам аэропорта и долгосрочным парковкам P3 и P4. Движения из аэропорта в Ригу будут идти по дороге L2. По словам Девудата Сейма и экс-министра здравоохранения Ингриды Цирцина, алкоголь наносит огромный экономический ущерб. Страна теряет более полумиллиарда евро в год из-за пьяных аварий, болезней, вызванных потреблением спиртного и по другим причинам. По словам Цирцина, если есть ограничения, то уменьшаются многие тяжелые последствия. Например, чем меньше покупок алкоголя, тем меньше пьяных аварий и травм. В этом сезоне вирусных заболеваний в Латвии чаще всего болеют COVID-19, сообщила профессор Рижского университета Страдания врач-инфекционист Людмила Виксна. Если сравнивать нынешний сезон с прошлым годом, то в больницах гораздо меньше пациентов с основным диагнозом COVID-19. В то же время, по словам Виксны, никуда не исчез и грипп. Во второй половине этой недели температура воздуха в Латвии немного понизится, а на следующей неделе возможен снег и небольшой мороз. В воскресенье циклон принесет в Латвию дожди, которые в понедельник могут перейти в снег. Также на новой неделе существует вероятность наступления метеорологической зимы, когда среднесуточная температура воздуха ниже нуля держится не менее пяти дней подряд. Латвия Зимис – независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.